Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят?». Вся наша огромная страна от Балтики до Охотского моря внимательно следит за тем, что происходит на Донбассе. Каждый день на всех практически каналах во всех новостях Донецк и Луганск. Сегодня с утра первая информация ТАСС. Колонна машины МЧС с гуманитарной помощью на государственной границе. Поддержка жителей воюющего Донбасса очень важна. Там тяжело. Мои собеседники прибыли оттуда. Глотнуть мирного воздуха и опять туда возвращаются. Там их дом, их семь и их работа. У меня в гостях Владислав Морозов и Александр Головин. Волонтёры из Сохваченного войной Луганска. Правильно? Да. Здравствуйте! В принципе, насколько я понимаю, вы прибыли не просто так, а вы прибыли по приглашению ваших друзей из Самарского академического театра Драмы. Да. Самарский академический театр имени Драмы имени Горького пригласили нас на завершение спектакля «Завтра была война», который пройдет сегодня в 18.00 начало. И, в частности, они собрали гуманитарную помощь для театров наших молодых республик. То есть, в принципе, гуманитарная помощь в области Луганска, но, насколько я понимаю, помощь собрали и для артистов театра в Луганске, и для артистов театра в Донецке. Разумеется. Вы не себе домой, но еще и в Донецк провезете. Ну, сами понимаете, война идет, а театры – это одушинка наша. Они нам дают спектакли. Люди, когда приходят туда, они забывают, что 7 километров от города стоят украинская армия, которая нас бомбит. Они пришли на два, на полтора часа, они забыли, что это такое, что это война. Они все полностью там. А там в театрах сейчас очень плачевная ситуация. Ни зарплат, ни тормозков, ничего нету. И поэтому наши друзья… Ни тормозков – это что значит? Ну, продовольствие. Продовольствие. Продовольствие не хватает. Только люди… Ну, вот сейчас видите, как получается. Самарский театр предоставляет, собирает гуманитарную помощь для наших театров. Ну, и не только Самарский театр, но и жители. И жители тоже. Они откликнулись, они приходят, они приносят по чуть-чуть. У нас была программа, посвященная как раз сбору помощи. И я надеюсь, что и после нашей программы люди приходили, что-то приносили. Да, да. И вот все вместе, огромнейшее спасибо, собрали полный грузовичок, который завтра поедет уже к нам. И надеюсь, что с границей у нас будет все в порядке. И уже завтра вечером или послезавтра утром уже приедем в наши театры. Уже будем передавать помощь. В принципе, без театров там никак. Насколько я понимаю, такая ситуация, как в усажденном Ленинграде, в Великой Отечественной, да? Совершенно верно. Сейчас театры наши, Донецкий театр проводит гастроли здесь по России. Сейчас они в Липецке, по вчерашней информации, они были в Липецке и давали спектакль. Может быть, и к нам в Самару как-нибудь заглянут? Мы очень надеемся. Это замечательный, красивый город. Понравилось. То есть, у вас когда приехали? Я так понимаю, что вы позавчера ночью прибыли? Мы добирались к вам сюда 44 часа. У нас были задержки на границе, мы выехали утром, получается, два дня назад. Были задержки на границе, потом границу пересекли и потихоньку, 70 км в час, не спеша, с перерывами отдохнуть. Самое главное, я так понял, что и город успели посмотреть, и успели еще и... Вернее, понятие того, что приехали не зря, помощь собрали. Да, да, да. Это большая благодарность. Серьезно. Нас так тепло встретили. Как будто мы здесь проживали все время. Понимаете, такое отношение, серьезно. Это очень приятно, что поддержка. Нас поддерживают и говорят, ребята, вы на правильном пути, все, мы с вами. Это главное. Это очень весомо, серьезно. Люди, когда приезжаете в гости, приезжают даже репортеры в Луганск или актеры, люди чувствуют поддержку, и им уже не так страшно. Они понимают, что... Они понимают, что... Что-то не отворачивается. Я говорю, они, а здесь, в принципе, вы же как раз оттуда, в Луганск, значит, и вы должны чувствовать себя. Ну, конечно, мы это чувствовали. Мы это почувствовали. Вообще, каково это, жить в осажденном городе, в воюющем городе? Привыкли к этим ужасам, рвущимся снарядам? Ну, поначалу было очень страшно. Очень страшно, да. Люди паниковали. Многие выехали. Многие выехали, да. Собрали там самое необходимое, побросали дома. Ну, потому что это война. Все за детей, за родных все переживают. Многие остались. Но смерть-то ведь она рядом. Смерть рядом. Очень много у нас погибли. Очень много погибло. Людей, товарищей. Друзей, товарищей. Очень много. Это очень тяжело, честно. Это очень тяжело. Ну, а потом все привыкли уже к этому. Уже если рядом падает... Я не представляю, как можно привыкнуть к войне. А самое страшное, что к этому привыкают еще и дети. Да, все привыкают. У нас проводятся, кстати, постоянно мероприятия, которые в школах рассказывают, как вести себя при обстрелах. Что делать, куда прятаться, как ложиться. То есть, ну, живем, выживаем. И привыкли. Уже, знаете, когда спим, где-то прилетает снаряд, рвется. Так, глаз открываешь, думаешь, да, ну, это где-то далеко. Усильно реагируешь, да. Ну, вот как-то уже за год войны, серьезно, вот уже как-то адаптировались. Конечно, все хотят мира, все к этому стремятся, но... А как вы себе представляете этот мир? Я вот, на самом деле, мне кажется, столько крови пролито. Ну, разумеется, нам бы не хотелось ни за что, никакой ценой оставаться в составе Украины. Это уже много крови было пролито, много друзей погибло. Как бы, и они же пришли бомбить нас. Мы же не хотели бомбить их. Мы высказывали свое мнение, мы просили автономию. А потом, в итоге, прилетает самолет и начинает нас бомбить. Это вот было 2 июня. Я как раз оттуда выезжал, я видел этот самолет, как он сбрасывает эти кассетные бомбы. И люди были, да, и люди погибли. Как бы это среди беловодни. Просто вот. Вот так вот. Бомбятся школы, разрушаются. Школы, институты, садики, детские площадки. То есть, там, в принципе, даже никогда не было. Разбитов очень много. При этом, насколько я понимаю, вы же умудряетесь как-то тут же быстро восстанавливать. Быстро адаптировались к этому, да. И все жители, все организации восстанавливают. Разрушения восстанавливают. При поддержке Российской Федерации, да, это большая помощь. Кто-то из вас, по-моему, то ли вы, Владислав, то ли вы, Александр, сказали, что почти каждый день люди выходят на улицы и навозят порядок. У нас проводятся субботники. Вот недавно у нас был проведен субботник в парке. В Каменобродском районе. В Каменобродском районе, да, он был полностью заросший, там, ну... Ну, не ухаживали давно за ним, серьезно. Давно не ухаживали за ним. Ровно год за ним никто не ухаживал. Пока вот даже, наверное, больше. А вот люди собрались все вместе, мы, организаторами, убрали парк. Общественные организации, просто мирные жители, вот мы своими силами, все. Праздничный кулеш у нас был, музыка патриотическая, да. И все на одном дыхании, вот так вот, знаете, ну вот, несмотря на то, что еще, как бы, вот, боевые действия, там, да, есть там частично, и люди вышли с улыбками, знаете, вот они, ну, они вышли для себя, они знают, это для, ну, для самих себя. Мы там живем, да, мы для себя это делаем, не для кого-то, а именно для себя. Чтоб детки погуляли по парку, вот, не бегали там по траве, по этим, а вот все было аккуратно убрано, все было хорошо. То есть все тепло отреагировали, понимаете, ну, как мы объявили это, ожидали меньше людей. Пришло много людей. Частично с инвентарем у нас там был, они пришли со своим инвентарем, понимаете. Лопаты, грабли. Лопаты, грабли, да, вот они принесли, и все вместе мы работали. Мы стараемся восстановить все те, как сказать, все то, что было, инфраструктуру и все остальное. Да, мы пытаемся восстановить, разумеется, все разрушения, все это, восстановить все парки, чтобы, потому что очень много детей осталось. Все школы работают, институты работают, то есть молодежи надо где-то гулять. Ну, даже мы вечером после работы, ну, надо же куда-то пройтись. А куда мы пойдем? Разумеется, мы сходим в парк погуляем. Покушать мороженое, да, пройтись. Покушать мороженое, серьезно. В принципе, вот как-то вот совмещается вот эта вот, казалось бы, мирная жизнь, хотя я не представляю, какая она там мирная, да, с прогулками, с мороженым, с мужиками, и рвущиеся снаряды. Адаптируемся, понимаете, да. Как бы, ну, как бы мы не хотели, но это так есть. Это есть. Человек привыкает же быстро. Да. Вы, по-моему, Владислав, успели и повоевать, и с автоматом там побегать. Ну, это июль месяц немножко побегал, ну, а потом воевать есть кому, а надо же людям тоже помогать. Да, помощь непосредственно военные, да, это честь и хвала им, они молодцы ребята, они оплачились, они вот все вместе, вот друг за друга, брат за брата. Вот они, насчет этого у них все, вот боевой дух, и вот они до конца. Майка у вас такая бросается в глаза СССР, она что-то для вас значит? Да, она для меня значит очень многое, я очень сожалею, что распался Советский Союз, это была сверхдержава, которая вот, и не было вот это понятие украинец, русский, мы были одно целое. И, ну, вот как вот оно все распалось, да, и уже как бы там Украина, не Украина, теплые отношения хотели с Россией, как бы, да, отдалялись. И я не понимаю, почему, честно, я не могу понять, почему. Наши регионы русские, наши регионы русские, как бы, и у нас Россия, и там, ну, мы братья. Да, серьезно, это вот, это не просто слово, это, ну, вот, это надо, это эмоционально, это на уровне вот выше, вот, это реально братья. Русский дух. Да, русский дух, вот знаете, такой, и у нас все поддерживают, вот реально поддерживают Россию, и вот, и вашу помощь, это, это огромнейшее спасибо от всех. Слушали бы вас сейчас на Западе. Вообще, как вот вы относитесь, там, вы же смотрите каналы и российские, наверняка, и киевские, да, и то, что... Ну, не всегда смотрим, там, дезинформация, просто, понимаете, да, там совсем другая. Вот посмотреть российские СМИ, да, вот, новости, и украинские, тот же сюжет, но совсем по-другому описан. Совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Они нас обстреляли, блокпост, а в итоге, получается, что мы обстреляли свой же блокпост. Ну, как? Я вспоминаю все 2 июня, когда самолет бомбил администрацию. Может, помните, когда объявили, что это кондиционер? Ну, не было кондиционера, было же сразу понятно, что это самолет сбросил кассеты. Да, и видео есть, да, как бы, все это доказано уже. Вот, а украинские СМИ объявили, что это взорвался кондиционер. Да, были там, что наши пытались сбить, это наши попали, ну, люди присутствовали на этой площади, они это все сами видели, как бы, и много очевидцев, когда побежали с детишками, там, вот так вот вниз голову и побежали. Ну, какой-то кондиционер, и шум, двигатель, шум, самолеты, это что же слышно все. Серьезно, когда назад-то? Ну, мы будем, сегодня посмотрим спектакль, завтра была война, выспимся, и завтра с утра уже стартуем обратно за родину. Да, ну, самое главное, вам хорошо все это довести, потому что, я так понимаю, что вас с этими продуктами очень сильно ждут. И в Луганском театре, и в Донецком театре, потому что продукты нужны. Да, обязательно, да, это, ну, это необходимость. Конечно, чтобы все актеры, семьи ихние, работники, дети, обязательно дети, да, это святое, вот, чтобы были сыты, одеты, все было хорошо. Спасибо вам большое, спасибо, я напоминаю эту программу, о чем говорят, и еще, о чем хотелось бы сказать, напомнить, что существует радиоверсия программы, так что всегда можно еще и послушать, о чем говорят, в эфире Самарского губернского радио в 14 в 21.00. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова